Ну, значит, если говорить по диагностику рака толстой кишки, то как раз я буду говорить о тех тестах, которые очень так или иначе доступны. Просто, может быть, скорее тут в названии доклада организаторы поставили нереализованные возможности. Я как раз считаю, что тут как раз многое из того, что доступно, на самом деле, не в полной мере реализуется. Ну, посмотрите, худо-бедно, действительно, это уже прозвучало в докладах, о чем более или менее знают специалисты, что надо тестировать генный рас в основном для назначения анти-GFR-терапии. А вот здесь перечислены тесты, которые делаются в достаточной степени эпизодически. Ну, действительно, как мне представляется, самый важный тест, который есть, который необходимо делать всем, в первую очередь, хирургическим больным, это микросателитная нестабильность. Я задумался о проценте микросателитной нестабильности, почему такие разные цифры. Действительно, у нас есть подряд пациенты, которых прооперировали, и там действительно частота полтора процента, потому что, во-первых, это все-таки раки, которые текут так, что они благополучно относительно, их можно прооперировать, а во-вторых, все-таки, оперируются это пациенты, которым соматическое состояние позволяет быть прооперированными. Если мы возьмем старшую возрастную группу, то там значительно возрастает процент микросателитной нестабильности, он может быть, действительно, находиться в районе 3% и даже выше. Есть еще группа молодых пациентов, где тоже повышена частота микросателитности. Это за счет синдрома Линча, о котором сегодня много говорили. Но тут есть, как мне представляется, нюансы, потому что частота гидротических заболеваний зависит от нации к нации. У каждой нации свой пункт прародителей. Если говорить про славян, то, судя по всему, были какие-то могучие прародители, которые привнесли довольно много генов наследственного рака молочной железы, в первую очередь БРК-1. А вот синдром Линча у нас все-таки составляет меньшую пропорцию от колорикальных раков, чем аналогичные показатели, которые, допустим, существуют в Западной Европе. Теста микросателитной нестабильности, он сложнее, чем другие тесты. Либо он выполняется иммуногистохимически, но там ограничения, там нужно 4 антитела для диагноза. 4 антитела с точки зрения расходов – это много ради единого диагноза. Либо там надо проводить так называемый гель-электрофорез, то есть нужно иметь нечто большее, чем просто ПЦР-аппарат. Гель-электрофорез – непростая методика, особенно для рутинной больничной практики, потому что там возможность терминации ПЦР-продуктов возрастает. И поэтому, в принципе, доступность этих тестов, она, несомненно, какая-то есть, но тут либо проблема организации, либо проблема стоимости. Самая хорошо известная и, в общем-то, надоевшая тема – это использование ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста. И, в частности, только треть опухоли толстой кишки приходится на те, которые условно действительно и GFR-зависимы. А две трети – у них активирован тот же каскад, но за счет других мутаций. Либо ген-РАС, либо ген-РАФ, либо ген-ХЕР-2, который расположен рядом, здесь всего на слайде нет, но так или иначе запускается каскад пролиферации независимо от EGFR. В чем главная проблема заключается? Если у вас, например, мутация в гене-РАС, даже если вы назначили EGFR-антитело, оно не просто бесполезно, оно может ускорять рост опухолей, у которых обнаруживается РАС-мутация. То есть здесь вот эта негативная значимость ошибки, она колоссальна. Ну и вот тут как раз интересно послушать про статистику частоты, потому что когда мы говорим про частоту микростелитной нестабильности, полтора или четыре процента, это все зависит от контингента больных, которого мы обсуждаем. Я готов согласиться, что здесь каждый по-своему прав. Это очень зависит от критериев отбора больных. Куда сложнее обстоит дело, когда мы говорим про частоту мутации в генах РАС. Дело в том, что если брать те исследования, которые есть, то в подавляющем большинстве популяций частота мутации в генах РАС-РАФ ну, в общем-то, превышает 60%. Примерно 50% приходится на РАС, примерно 5 или 7% приходится на РАС, примерно 5 или 7% приходится на НРАС, и еще примерно 7 или 10% приходится на БИРАФ. У нас, к сожалению, есть такая статистика, когда мы видим, что частота вот этих мутаций, ну, фактически два раза ниже. Чем это может быть связано? С нереализованными возможностями. Во-первых, далеко не все лаборатории, они применяют процедуру микродиссекции, то есть не все хорошо выделяют опухолевые клетки из препаратов. Во-вторых, ну, те тесты, которые есть, которые зарегистрированы к применению, они выявляют только самые частые варианты мутации РАС. Получается, что если вы игнорируете процедуру выделение опухолевых клеток, и вы применяете систему с ограниченной возможностью, то у вас, ну, примерно в два раза падает частота мутации. Отсюда очень печальный вывод. Судя по всему, каждый второй пациент в стране у нас, который получает эту ксимап или панитому мап, у каждого второго пациента, возможно, есть ошибка в определении РАС мутации, поэтому огромное количество людей принимают подобные препараты заведомо без результата одна, но еще и с риском того, что под влиянием подобной терапии опухоль ускорит свой рост. Ну, другой, в общем-то, процесс, аспект, который следует обсуждать. Полноценное тестирование, вот то, что сегодня говорили, там, генах, хотя бы РАС и РАВ, хотя бы РАС и РАВ, ну, действительно требует времени. Я читал данные Запада, Европа, США, там время выполнения теста, ну, это примерно 19 дней, то есть это две с половиной недели, и это не потому, что плохо организовано, а потому что анализ достаточно большой, если его выполнять тщательно, микродисекцию, потом полный анализ генов. У нас единственный критерий работы на сегодняшний день, в медицине – это скорость. Ну, это то же самое, если, допустим, мы стали оценивать работу хирургов, по единственному критерию – это скорость выполнения операции. Неважно, какая операция, абдоминальная операция, это или удаление бородавки, неважно, какая кровопотеря, неважно, какие осложнения, неважно, какой послеоперационный период, неважно, какой результат излечения или нет. Главное – это время операции. Ну, вот то же самое у нас фактически для многих лабораторных процедур в стране сейчас самое главное – это время теста, чтобы положиться в магические 14 дней. Что делать? Нам трудно спорить с системой, потому что есть регламентации, но в то же время мы должны обеспечить полноценный анализ. Вот посмотрите исследование, которое опубликовано. Что делали врачи? Они брали пациентов с раком толстой кишки и заведомо понимают, что быстро они результаты, раз теста не получат, они назначали просто химиотерапию, без всего, просто химиотерапию. В течение месяца они получали полноценный тест. Там, где нет действительно мутации, раз и рак, там добавляли анти-GFR, антитела терапевтические, а там, где мутация есть, соответственно, там шел бево-цезума. Что достаточно достоверно показано, что, в общем-то, если вы на месяц позже начали таргетную терапию, это никак не влияет на исход заболевания, при условии, что то, что называется по-английски backbone, основу, то есть химиотерапию, вы начали вовремя. Еще один момент, почему важно правильно обследовать больных. Понимаете, тут есть еще один нюанс. Если у вас действительно есть мишень в качестве EGFR-активации, то вы можете первую линию проводить с EGFR-терапией, потом сделать паузу, и потом вернуться к EGFR-специфической терапии, это вроде бы дает неплохие результаты. То есть у вас в ресурсе еще есть эффективное лечение третьей линии. Соответственно, если вы не вовремя или неправильно сделали тесты, начали подобную терапию на втором цикле, то шансы на повторное назначение re-challenge меньше. Было уже сказано о том, что значительное число опухолей не имеет мутацию в гении B-RAF. И если мутация B-RAF, то само по себе назначение B-RAF-ингибиторов, пусть даже в комбинации с мех-ингибиторами, бесполезно. Почему бесполезно? Потому что клетки толстой кишки моментально адаптируются и запускают альтернативный коллатеральный сигнальный каскад, с участием GFR-рецептора. Отсюда достаточно давно и в многочисленных исследованиях было показано, что если вы видите пациента с мутацией в гении B-RAF, то одна из опций, которая есть, это комбинированное назначение и GFR-антител, и B-RAF-ингибиторов. Мег-ингибиторы сюда не добавляются, в отличие от меланомы, для сочетания, там, при меланоме RAF-мег-туплет, а вот при толстой кишке B-RAF-мутированной и GFR-B-RAF. Почему мет-ингибиторы не добавляются? Клинические исследования показали, что приносимость хуже такого триплета, а ничего это не добавляет, по крайней мере, на уровне клинических. Ну, в качестве примера могу наше исследование показать. У нас в данном случае это интересный пример, когда речь идет о раке желудочного пузыря, что здесь интересно в этой истории, что на самом-то деле вот этот единичный случай регрессии рака желудочного пузыря с мутацией B-RAF на фоне комбинированной терапии и GFR-B-RAF-ингибиторами лег в основу рекомендации НССН, то есть единичного случая, ну, хорошо обоснованного, хватило для того, чтобы пойти в клинические рекомендации. Я говорил, что на одном из слайдов у меня, что надо было еще HER2 показывать, это рецептор, который тоже может запускать тот же сигнальный каскад. Все существенно, что на самом-то деле микросателитная нестабильность является противопоказанием для назначения анти-GFR-терапии, там иммунотерапия работает. И HER2 активация тоже является противопоказанием для назначения анти-GFR-терапии. Активация HER2 мы видим редко, это примерно 2% опыта, или может даже меньше. Но так или иначе, при активации гена HER2 очень хорошие результаты дает самая стандартная терапия. В клинических исследованиях, которые публикованы, это комбинации, тростозумаб плюс лопатенибль, тростозумаб плюс вертозумаб, у нас есть хорошее обозначение просто тростозумаба, тростозумаба в комбинации с ирино-тыканом, там действительно хорошие результаты. Далее, при нереализованной возможности. Сегодня говорили про синдром Линча, это стандартный синдром для онкологии, это так называемое доминантное наследование, когда есть семья родословной со случаями рака, достаточно одной копии гены, чтобы вызвать заболевание. Это то, что характерно для онкологической генетики. В генетике в целом за пределами онкологии боли характерно рецессивное наследование, когда одной копии гена недостаточно, чтобы вызвать заболевание. У нас у каждого две копии гена, одна от папы, другая от мамы. Получается, что у таких больных родители здоровые, но каждый является носителем, и когда эти две копии встретились, вероятность составляет один из четырех у детей, когда возникает заболевание. Ну, в частности, я с удовольствием показываю эту серию слайдов, когда речь идет о новом синдроме. Мьюта-Ейч, ассоциированный рак толстой кишки. Там микросатеритная стабильность, но там другой вид гипермутаторного фенотипа. Эти пациенты в опухолях тоже имеют колоссальное число мутации. Здесь есть определенный индикатор. Редкая относительная ампутация для рака толстой кишки K-RAS G12C, она может служиться определенным маркером того, что это мьюта-Ейч ассоциированный рак. Ну, вот, посмотрите, у нас за 10 лет через клинику прошло почти 6 тысяч анализов. Из них примерно половина имеет мутации и K-RAS, помните, я про частоту мутации говорил, ведь сюда надо еще добавить N-RAS мутации 5-7% и K-RAS мутации, чтобы говорить о полноценной диагностике. А вот на эту редкую разновидность приходится всего 4% случаев. Вот уже этих пациентов мы протестировали про наследственные мутации, выявили довольно приличное количество пациентов новой разновидности наследства рака, но возникает вопрос, а как нам обосновать назначение иммунотерапии. Ну, посмотрите, вот это обычная опухоль, у нее обычно всего несколько десятков мутаций, как следствие нет эмуногенности, нет инфильтрации лимфоцитами, синие точки, синие это опухолевые клетки и стравмальные клетки, а красные клетки это как раз лимфоциты. Вот у нас позитивный контроль опухоль с микросателитной нестабильностью, про нее сегодня много говорили, что она чувствительна к иммунотерапии, а вот это новая разновидность рака мютаэйч ассоциированный рак, который тоже очень чувствителен к иммунотерапии. И вот в результате мы дождались случаев, когда у нас у пациентки мютаэйч ассоциированный рак, но, к сожалению, исчерпанные возможности для стандартной терапии, все, прогрессирование уже идет, и она в качестве по результатам врачебной комиссии, в качестве такой инновационной попытки получает неволумаб, и уже три года у нее контроль заболевания, то есть нет признаков прогрессирования, это, конечно, очень хорошо. Самое сложное для лечения это мутации в генах КРАС и НРАС, потому что КРАС-мутированным опухолем у них нет эффективных ингибиторов. Но на самом-то деле что происходит? На самом-то деле можно пытаться лечить опухоли с мутацией в генах РАС, потому что в результате активации гена РАС происходит активация белка МЕК, это один из участников этого пролиферативного каскада. Но клинические наблюдения показывают, что если в опухоле мутирован РАС, а вы назначаете МЕК-ингибитор, то подобная терапия бесполезна, потому что опухоли они могут приспособиться к подобному лечению, у них запускается защитный путь, который называется аутофагия. У аутофагии есть хорошо известный ингибитор, это препарат токвинил, он изначально разрабатывался как антиболеинный препарат, потом он вошел в стандарты лечения ауто-воспалительных заболеваний, и в частности его пытались применять для лечения коронавирусной инфекции, потому что понимая, что при коронавирусной инфекции воспалительный компонент имеет колоссальную роль в манифестации в тяжести и течении заболевания. Но у плаквинила все-таки есть особенность, это ингибитор аутофагии. В данном случае, посмотрите, у Сергея Владимировича Роглова, абсолютно пациентка, исчерпавшая все возможности для лечения, в очень тяжелом состоянии, у неаммутированных пациентки, она получает комбинацию метангибитор, плюс плаквинил, ну и плюс бевоцезумаб, так как это рак толстой тишки, что существенно, моментально разрешился асцит, то есть, ну не просто симптоматическое улучшение, я бы так сказал, объективное симптоматическое улучшение. Ну и опухоли очаги в целом суммарное уменьшение размера минус 17%, этот светлый промежуток, он длился 6 месяцев, то есть, все-таки для совершенно безнадежной пациентки, для совершенно безнадежного случая, согласитесь, это хорошее достижение. Ну, соответственно, если говорить о тех стандартах лечения, которые есть, как мы на это реагируем? Мы, все-таки, у нас, когда говорим о стандартном анализе, у нас включен не только КЭРАС, ЭНРАС, БИРАФ и микросателлитная нестабильность, но и также определение статуса ХЕР-2, мне кажется, это правильно, потому что здесь есть как раз хорошее импортозамещение, это терапия достаточно дешевая, и более того, ХЕР-2 диагностика, согласитесь, она абсолютно совместима с возможностями любого учреждения, поэтому у нас в рамках единого теста делается 5 процедур, КЭРАС, ЭНРАС, ВИРАФ, микросателлитная нестабильность, ХЕР-2. Время выполнения этого теста в наших руках где-то 2 недели, 10 рабочих дней. Ну, соответственно, в общем-то, согласитесь, это неплохо, но если пытаться добавлять какие-то дополнительные процедуры, про которые говорил Никита Александрович, честно говоря, с полноценным анализом, когда все надо проанализировать. У нас вот этот интервал 10-14 дней, ну, пока нам сложно его увеличить значительно, если правильно выполнять все процедуры и микродисекцию полиоклеток, и морфологический контроль, и полноценное обследование всех генов. На всякий случай моя контактная информация, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь звонить, писать. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...